Доброе утро, дорогие телезрители! Мы снова в студии нашей утренней программы. Но уже не одни к нам присоединились наши гости. Это хендлер Юрий Горбачик и его четвероногий друг. Приветствую. Доброе утро. Ну, прежде чем мы будем говорить, что такое хендлинг и кто такой хендлер, давайте познакомимся с этим милым созданием. Ну, это порода русский той, его зовут Гелиус, ему три года, и он был рожден в нашем питомнике. О, здорово. Скажите, а вообще что такое хендлинг, с чем его едят? Расскажите об этом термине, что ли? Ну, хендлинг – это показ собак на выставках, то есть подготовка и профессиональный показ, чтобы скрыть максимальные недостатки собак и подчеркнуть их достоинства. Ну, то есть хендлер – это тот, кто именно показывает собак на выставке, чтобы владельцы не нервничали, сами не выходили в ринг. Это делают профессионалы. Ну, а собаки же, они все разные, по породам различаются, еще по весу, по росту в любом случае. То есть какие-то есть общие нормы? Ну, у всех собак оценивается именно анатомия на выставках, поэтому хендлер должен именно продемонстрировать анатомию, правильные движения и стойку, экстерьер. Это понятно, в чем заключается ваша работа. Но как все начиналось вообще? Почему вы решили этим заняться? Ну, все началось 8 лет назад, когда у нас появилась наша первая собака, тоже русский той, это вот мать Гелиоса, она приехала, и мы решили попробовать участвовать в выставках. Мы поехали первый раз в Молодечно, и она стала лучшим бэби-породы. Вот, и с этого все началось. То есть у меня появился интерес, и я решил попробовать выставлять сначала своих собак, а потом уже как бы и дальше. Своих собак. Сколько у вас, вот прямо сейчас, сколько дома собак? У нас сейчас 6 собак и 5 щенков. Это собаки каких пород? Русские тои, чихуахуа и йорки. А кроме собак у вас дома кто-нибудь живет? Ну, да, родители. Животных больше нет, только собаки? Слушайте, они все, все вот у вас дома, в квартире или у вас дом? Нет, дома. Дом, ну, тогда да, тогда вполне себе животные гуляют, вообще отлично. Расскажите о выставках, на которых вы уже успели побывать, и об успехах, которых достигли со своими питомцами. Мы знаем, что вам есть с чем похвастаться. Ну, я был на выставках, наверное, в порядке 10 стран, если не больше. И Гелиос тоже был почти во всех. Мы были и в Англии, и в Германии, и в Болгарии, Украина, Литва, Латвия, Польша, Эстония. Я был представителем Беларуси на выставке Крафтс. Это самая первая выставка, которая вообще появилась для собак. Она проводится в Англии, в Бирмангеме раз в год. И я был представителем от Беларуси в конкурсе хендлеров. В прошлом году я вошел в топ-10 лучших хендлеров. Гелиос в прошлом году был первым русским тоем белорусским, который участвовал на Крафтс. И он в прошлом году тоже стал первым интерчемпионом в своей породе в Беларуси. И это самый титулованный представитель породы на данный момент. То есть мы сейчас с легендой как раз рядом находимся. Можно и так сказать. Очень круто. Слушайте, а вы готовите только своих собак? Или можно вас, допустим, нанять в качестве тренера для своего питомца? Да, я работаю с другими собаками тоже. А сколько вообще собак, если так можно сказать, через вас прошло? Ну, сложно посчитать, но я думаю, уже 100 точно. А как вообще проходит выставка? Расскажите об этапах. С чего все начинается? Как долго вообще? Ну, начинается с регистрации. То есть нужно зарегистрироваться на выставку. Регистрация обычно заканчивается примерно за неделю. Вы заполняете карточку, отправляете ее в клуб, и он принимает регистрацию. По прибытию на выставку уже проходится ветеринарный контроль. Там смотрят прививки, чтобы у собаки были все необходимые бешенства, комплексная прививка. Были все необходимые бешенства. Все отлично. Потом получает собака номерок, ну, хозяин, хендлер, и уже непосредственно выходит в ринг. В ринге от собаки требуется дать себя ощупать, то есть тактильный осмотр. Это семенники, зубы, шерсть. Потом уже осматриваются движения, породная стойка. Интересно. А вот скажите, к собакам какие-то требования предъявляются, чтобы попасть на выставку? То есть она должна соответствовать породе, допустим, там... Ну, у собаки должна быть в первую очередь родословная. Вот. Опять же, все необходимые прививки. И, да, она должна соответствовать породе, то есть быть без брака. Потому что бывают разные, бывает, ну, в любом помете может родиться щенок с каким-то пороком. И таких щенков отбраковывают, они продаются просто как члены семьи. Ну, просто для людей. В выставке такие собаки не принимают участие? Собака должна быть без брака. Да? Утро в стихах. Класс. А как вообще долго нужно готовиться к выставке? Что вообще для этого нужно? Ну, вообще начинать лучше, чем раньше, тем лучше. То есть, когда приходит щенок в три месяца, с ним гораздо проще работать. Он воспринимает все как игру. То есть ему нравится, он приходит, получает какие-то вкусняшки, с ним играют. И тогда достаточно, ну, 10 занятий, и собака уже готова к выставке. Конечно, сложнее со взрослыми собаками работать, когда приходит трехлетняя собака уже со своим характером, темпераментом, со своими устоями, и пытаться что-то с ней сделать уже гораздо сложнее. Там нужно находить подход. Ну, как с детьми, всегда проще, чем со взрослыми. А здесь идет прям дрессура, как конкретная, да? То есть, допустим, вот в этом же плане там сидеть, лежать, все это прочее. Или как-то по-другому это работает? Нет, на выставке это все не нужно. То есть на выставке оценивается просто анатомия и внешний вид собаки. То есть это шоу красоты, скажем так. Я занимаюсь именно вот этим. То есть подготовкой, правильную выставочную стойку, чтобы максимально скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, и выставочные движения, и социализации. А может, какими-то секретами красоты, секретами вот именно ухода за собакой вы поделитесь с нами и с нашими телезрителями? Ну, для каждой породы свой уход. И, конечно, когда это длинношерстная порода, например, нужно перепробовать иногда много косметики, какой-то выставочный шампунь и бальзамы, чтобы собаке оно подошло, чтобы не была жирной шерсть, чтобы она не была сухой ломкой, еще не выцветала на солнце. Все это требует ухода и, опять же, витамины, например. Еще вопрос такой. Насколько вообще это затратно? И у некоторых телезрителей, я уверена, появился такой вопрос. Зачем вообще это нужно? Что дает участие в выставках? Ну, участие в выставках – это, в первую очередь, подтверждение породности животного. То есть, если человек хочет заниматься разведением, то ему необходимо принять участие в выставке. Только с получением титула человек может заниматься разведением и получать потомство от своей собаки с родословной. То есть, должно быть описание от эксперта, диплом. Насколько затратно? Тоже сложно сказать, потому что на все нужно вложить немного денег. Косметика, груминг, опять же, витамины, препараты различные. Даже собака, которая не участвует в выставках, все равно требует затрат. И когда покупаешь собаку, ты должен быть готов к тому, что это, в общем-то, должны быть вложения. И экономить на этом не стоит. А вы сами этому учились где-то, да, правильно? Или, ну, то есть, есть какое-то место, где учат хендлингу, либо вы просто самостоятельно? Ну, изначально, когда я начинал, у нас в Гродно также есть хендлер, я ходил к ней на занятия. Я ходил вот с мамой Гелиуса, вот, и уже потом начал пробовать сам. Также посещал мастер-классы от российских хендлеров и от хендлера из Швеции. Вот, тоже, ну, двухдневные семинары, когда и практика, и теория дается, очень, ну, познавательно и интересно. Ну, вы сейчас, наверняка, и сами можете дать какой-нибудь мастер-класс. Ну, мало ли кто-то захочет быть хендлером. Ну, я, меня пригласили дать мастер-класс в России по юниор-хендлингу, то есть, именно по конкурсу для юных хендлеров. Вот, ну, на данный момент я не считаю, что я обладаю такими знаниями и могу преподнести информацию так, чтобы учить именно взрослых людей выставлять правильно собак детей, да, то есть, я в этом понимаю и много поездил именно в плане юниор-хендлинга. А насколько это популярно вообще у нас в Гродно? Как много хендлеров в нашем городе? В нашем городе немного хендлеров, может быть, пять – это прям максимум. В Беларуси это, в принципе, не очень популярно. Когда приезжаешь, например, в Литву, там есть школы хендлинга, там в конкурсы выходит порядка 20-30 человек, а у нас даже на международных выставках выходит, ну, пять. То есть, у нас это не распространено, и люди не заинтересованы, наверное, в том, чтобы дети занимались вот хендлингом. Гелиус так внимательно смотрит и слушает и думает, почему я обделен вниманием. Расскажите еще о нем, о его характере, о его особенностях. Ну, как я уже говорил, Гелиус был рожден у нас в питомнике, и он был несколько раз зарезервирован, но по стечению обстоятельств остался у нас, и как бы никто не жалеет. Вот. На данный момент он чемпион, наверное, восьми стран. Как я уже говорил, интерчемпион первый в Беларуси. Вот. Он пожизненно номинирован на выставке в Англию. Вот. По характеру порода, в общем-то, очень семейная. То есть, вот он сидит, и точно так же и дома. Он ложится, спит сколько нужно. Если ты проснешься в 11, он проснется в 11. Проснешься в 6, тоже проснется в 6. Ну, как бы мы гуляем в любую погоду с собаками, потому что в любом случае, независимо, большая собака, маленькая, я считаю, что нужны прогулки. Вот. Поэтому очень активная порода. Нужно много энергии тратить. А как часто вы выезжаете на выставки? И, может быть, вот в ближайшее время куда-то планируете, куда-то собираетесь? Ну, я езжу на выставки почти каждую неделю. Это в разные города Беларуси, но предпочтительно Минск, Брест и Гродно. Вот. А ближайшая выставка – это будет в Гродно 3 октября. Ну, организатор – это наш клуб «Сатурн». Вот. И там пройдет выставка пастушьих и скотогонных собак, молосов и всех пород. А какие собаки больше всего поддаются дрессировке? Ну, это сложный вопрос, потому что не зависит от породы, очень зависит от психики собаки, от ее темперамента, характера, от воспитания владельцем. Потому что бывают такие собаки, которых владельцы зацеловывают, и они сразу ищут помощи у хозяина, как только начинаешь забирать собаку от хозяина. А бывают собаки, которым покажешь там вкусняшку, и все, и она твой лучший друг и работает. То есть, ну, сложно сказать. Лично для меня самые сложные собаки – это, наверное, немецкие овчарки. Ну, это для меня. Потому что у них специфический показ чуть-чуть. Там нужен еще один человек, который будет эту собаку звать за рингом, чтобы это было красиво. Интересно. И я считаю, что немецких овчарок должны выставлять именно хендлеры, которые занимаются этой породой. Спасибо вам за беседу, спасибо, что пришли. Мы желаем вам успехов. И Гелиусу еще больше новых побед, безусловно, конечно. Всего хорошего. А мы напоминаем, у нас в студии был хендлер Юрий Горбачек вместе со своим четвероногим другом. Ну, а мы будем продолжать нашу утреннюю программу. Субтитры подогнал «Симон»